Всем привет! Продолжаю знакомить вас со своими фаворитами, только в этот раз я хотела бы рассказать о моих любимых приправах, о новых сортах муки, которые я открыла для себя, о каких-то новых маслах, которые я начала использовать в моей кухне, обо всем том, что помогает мне немножко разнообразить наше повседневное меню, о витаминах, о добавках, которые я принимаю сама и которые даю нашим деткам, о каких-то вкусностях и полезностях. Если вам интересно, обязательно оставайтесь со мной. Так получилось, что в моей кухне больше всего приправ от бренда Simply Organic, у нас, к сожалению, нет его свободной продажи, поэтому я все это покупаю на iHerb, это не спонсированное видео, и в принципе оно будет полезно каждой хозяйке, потому что какие-то похожие приправы вы можете купить в ближайшем магазине. Что касается качества, то я убеждена, что на iHerb во всяком случае приправы, и то, что покупаю я, гораздо вкуснее, ароматнее и свежее. Недавно, к примеру, я купила кокосовую стружку, потому что мне некогда было заказывать из iHerb и ждать свою посылку, и я еще раз в этом убедилась. Но это уже лично ваше решение, я никого не заставляю и не призываю покупать на iHerb, я всего лишь делюсь с вами своим мнением. И на данный момент моя самая любимая приправа, которая фантастически дополняет все свежие салаты и запеченный картофель, это прованские травы. И на самом деле я, опять же, покупала раньше эту приправу, но не видела ничего особенного. Мне кажется, что у нее какой-то лучше сбалансированный и, скажем так, богатый состав. Но вот здесь есть тимьян, розмарин, базилик, петрушка, все это органическое, орегано, что такое тарагон, я без понятия, майран и также листья лаванды. И вот к нам приходили летом гости, мы очень часто устраивали такие большие грили, и все, все спрашивали, что же такое я добавляю в салат, почему он настолько вкусный. Я несколько баночек покупала себе, я подарила эту приправу всем своим подружкам и также родственницам, которые любят готовить. И вторая моя любимая приправа, она предназначена для всего. Но, честно говоря, чаще всего я использую ее для приготовления каких-то мясных блюд, во-первых, а во-вторых, для котлеток. У нее очень приятный аромат, который подчеркивает вкус блюда, потому что есть такие приправы, знаете, как карри, которых добавляешь чуть-чуть, и в принципе не важно, что ты ешь цветную капусту или курицу, все это имеет приблизительно одинаковый вкус, потому что это настолько интенсивная приправа. Вот это золотая середина, и она не слишком острая, то есть деткам такое тоже можно. И еще на iHerb в этом году появились приправы, которые якобы предназначены для гриля, но вовсе не обязательно ждать весны или лета для того, чтобы всем этим пользоваться, или иметь какой-то специальный гриль, это просто такая смесь приправ, которую можно использовать и для морепродуктов, и для овощей, и для стейков, или фаршев, и они очень классные. Если у вас нагрянули гости, и вам нужно быстро что-то сообразить, или вы не любите заморачиваться, смешивать сами приправы, то покупаем одну, посыпаем вот то, что написано, и будет вам счастье. Но с этими приправами есть небольшой момент. Многие из них довольно пикантные, такие остренькие, поэтому если вы готовите на всю семью, где есть маленькие дети, учитывайте это. Но мы часто, к примеру, готовим рыбу только для себя, а деткам что-то мясное. Но лично мне не составляет труда взять две отдельные приправы, одну для маленьких, а вторую для взрослых. И вот одно из самых любимых, как ни странно, оказалось, вот это довольно острое, которое предназначено для морепродуктов. И чаще всего я беру просто филе какой-то рыбы. В основном это лосось, посыпаю его вот этой приправой, они содержат соль, поэтому не перебарщивайте. Ну и тут, смотря какой уровень солености вы предпочитаете, я не очень люблю все соленое, поэтому я использую немного этой приправы. И она такая вкусная, точнее рыба с ней получается такой вкусной. Здесь есть кунжутные семечки. И вообще это такие небанальные смеси приправ, очень советую попробовать. Вот это нам тоже нравилось, это вторая упаковка. Она идет для фарша, с ней получаются очень вкусные бургеры. Для овощей это классика жанра. Еще у меня где-то была приправа для стейков. Все их тоже рекомендую, вкусные. В прошлом году я немножко начала экспериментировать с мукой. Хлеб я не пеку, но когда, к примеру, я делаю какие-то сырники, то для малышей использую обычную, а себе стараюсь приготовить отдельно с кукурузной или с рисовой. Так вот, я купила кукурузную, рисовую, гречневую и кокосовую. Моей самой любимой стала кокосовая мука. С ней как-то гораздо проще, но чаще всего я смешиваю. Беру ложечку одного, ну точнее ложку, столовую ложку одной, столовую ложку другой. И приблизительно по пропорциям вижу и по консистенции теста, которое я делаю там на сырники или на что-то другое, я уже вижу, какой муки нужно добавить. И с вот этой мукой, с разными видами, все получается немножко другим, но тоже очень вкусным, при этом не бьет по фигуре. Я стараюсь следить за этим и, в принципе, отказываю себе в каких-то светлых макаронах. Светлый хлеб я тоже не ем. И все вот эти сырники и всякие там блинчики, блины, оладьи, я все это готовлю себе отдельно. Нет, мне не лень. Это гораздо проще, чем потом все это отрабатывать в спортзале. Муж мой предпочитает все такое традиционное, поэтому на нем я не провожу свои эксперименты. И сюда добралось солнце. Так вот, на iHerb я открыла для себя еще и такие смеси на основе разного вида муки, но без белой муки. То есть это тоже не угробит нашу с вами фигуру. Ну, если вы начнете все это есть каждый день, то возможно. То есть я ничего не могу гарантировать. Но вот это вкусные смеси, при помощи которых вы приготовите и оладьи, и также какие-то вафли. В эти смеси достаточно добавить яйцо и молоко. Все пропорции указаны на упаковке. Нет никаких комочков. И это действительно вкусные и полезные панкейки. Душа я настоящая сладкоежка. И без сладкого я, наверное, не могла бы прожить, но мне приходится постоянно его ограничивать. И в качестве замены сахара я использую вот такие капельки. Это стевия в жидкой форме. И она у меня с ванильным ароматом. Достаточно двух капель, ну, мне, достаточно двух капель на какую-то порцию сырников, которую я себе, опять же, готовлю отдельно. Или когда я делаю пудинг Чиа. Это один из моих фаворитов тоже за прошлый год. Я покупаю семечки, семена Чиа тоже на iHerb. Я покупала в Росмане в нашем. И, к сожалению, они не набухали вот вообще. И я решила не экспериментировать. Теперь постоянно покупаю там. Они очень вкусные, они хрустящие, они интересные, они полезные. Но с ними тоже не стоит перебарщивать. То есть, две столовые ложки в день. Этого количества достаточно для приготовления такой большой порции пудинга. У меня в Инстаграме есть рецепт. Оставлю вам ссылку на него. И я очень люблю семечки Чиа. Ем с какими-нибудь ягодами, с фруктами. Это действительно прям ням. Теперь масло. Я, конечно же, продолжаю пользоваться кокосовым маслом. Оно у меня без запаха. Подходит для выпечки, для каких-то панкейков. Я даже обычные блинчики жарю на нем. И мой муж, который не такой фанат кокоса, как я, он не любит все прям кокосовое. И ему не мешает то, чем я пользуюсь. Оно не подгорает. И для меня это must-have. Поэтому он у меня в промышленном формате. И в прошлом году я попробовала масло из семечек тыквы. Это было очень вкусно. И вот сейчас я перешла... Это масло я не покупала на iHerb. Но просто советую вам присмотреться к разным видам масел. Потому что лично я не особо люблю оливковое. Оно очень часто имеет такой слишком интенсивный вкус. Очень сложно найти качественное оливковое масло. И вот сейчас я нашла для себя нежнейшее масло авокадо. То есть из вот этой большой семечки добывают масло. И это так вкусно. Это так нежно. И детки от него не плюются. Они тоже без проблем едят салаты. Вот есть капризные люди, которые говорят, фу, такое не буду есть. Это тоже мне не нравится. Если вам нравятся такие более деликатные масла, то попробуйте. Оно не настолько жирное, как тоже оливковое. И вот как-то мы перешли на такого плана масла. И мне они очень-очень нравятся. За это лето, за сезон свежих овощей мы использовали много разных. И вот эти вот два, которые я назвала, я рекомендую больше всего. Наш огромнейший семейный мастхев это кетчуп. Тоже за сезон грилей у нас ушло столько упаковок. И вы можете спорить со мной до посинения, что вкуснее Макдональдс или Хайнс. Окей, нам нравится этот, потому что он помидорный, потому что у него хороший состав. Здесь тростниковый сахар. Тоже можно долго дискутировать, какая разница между тростниковым и обычным. Мне так спокойнее. Не знаю почему, но мне кажется, что вот этот просто более такой помидорный и менее сладкий по вкусу. Он такой немножко кисленький. И мне очень нравится. Дети тоже предпочитают его. Поэтому я продолжаю покупать его на iHerb. И вообще тоже агитирую вас проверять составы. Если не вот этот конкретно, то просто смотрите, что вы покупаете. Читайте этикетки. Это все в открытом доступе. Вам не придется рыться в интернете и проверять, что они туда упаковали. Хотя и это не гарантированно. Вы знаете, как бывает. Продают одно. Им проще заплатить штраф. Я работала просто в бранже, в которой узнала несколько секретиков. Иногда выгоднее продать партию чего-то, очень хорошо заработать. При этом чего-то там не дописать или сделать какую-то ошибочку на этикетке. И потом заплатить штраф. Все равно компания очень часто остается в выигрыше. Я сталкивалась с тремя очень большими ситуациями такого плана. У меня тогда глаза, наверное, стали квадратной формой. Но такое тоже бывает. Тоже в Евросоюзе, где якобы все контролируется. Говорят, что в Америке с этим строже. Мне, как покупателю, остается только верить в это. Очень нам нравилось арахисовое масло с белым шоколадом. Я могу даже просто взять яблоко и с яблочком чуть-чуть этого съесть. Это так вкусно. У него такая гладенькая консистенция. И эта вторая банка, да, это ореховый продукт. То есть он пахнет арахисовым маслом. Но обычное арахисовое масло я не могу есть. Я покупала что-то там из кешью. Мне не понравилось. И если баловать себя, то по-серьезному. И очень нравилось тоже с клубникой. Дозировано тоже на ура. Девочки, молодые люди, которые меня смотрят, давайте немножко поговорим о здоровье. И это та вещь, которая меня спасала. Если она даже не работает, если я прям настолько сильно в это верю, что на мне как бы это действует, слава богу. Просто это настолько безопасная штука. Я не советую вам какое-то медикаментозное лечение. Возможно, вы так же сильно начнете верить, как я. И ваша простуда тоже начнет отступать. Это очень важно. И сейчас я купила себе небольшой формат. Это чистый, такой концентрированный экстракт семечек грейпфрута. Довольно горькая вещица. Но я без проблем разбавляю ее в стакане воды. Здесь тоже дозировка указана на упаковке. И могу это выпить. Если вы прям вообще ну никак, то тогда можно разбавлять это в соке. Но я соки в принципе не пью. Всякие газированные напитки. И для меня не составляет труда выпить что-то такое во имя здоровья. Также некоторые принимают эту вещь для профилактики. И я также пропила курс из Межена. Мне мама привозила таблеточки такие. Не знаю, что это. Возможно, это какая-то гомеопатия. Мне мама привезла, сказала, пропей. И тьфу-тьфу-тьфу, сейчас заканчивается январь. Я ни разу прям сильно не болела. И как только чувствую, что есть какая-то простуда, интенсивно принимаю вот эти капельки. Детям не даю. Но сама без вот этой вещи никуда не езжу. Так как вот только чувствую, что где-то что-то не так, какая-то слабость ломит. Я сразу начинаю пить этот экстракт. И мне становится лучше. Если вам поможет, то я буду прям очень-очень рада. Потому что одна из вас, из моих зрительниц посоветовала мне. И я до сих пор не могу нарадоваться, что теперь вот этот экстракт появился в моей жизни. Или, не знаю, я наконец-то во что-то так сильно верю, что это работает. В любом случае, тоже советую вам, вдруг поможет. На постоянной основе я до сих пор принимаю комплекс омега-369. Насколько это важно и полезно всем и каждому. Наверное, уже не стоит рассказывать. Это насыщенные аминокислоты для красоты, для хорошего самочувствия. У всех их недостает в организме. Поэтому я считаю, что это полезные витамины для каждого человека на этой планете. Также принимаю масло от примулы вечерней, только в капсулах. Это для женского здоровья. Если у вас болезненные критические дни, если вы как-то плохо, очень слабо себя чувствуете, спросите у вашего гинеколога, попросите его, чтобы он помог вам подобрать правильную дозировку. И я заметила, что где-то год тому назад я начала принимать примулу вечернюю. И теперь я не знаю, когда этот момент должен наступить. Через неделю или через два дня. И я в тот же день могу заниматься фитнесом. То есть я заметила, что мне прям гораздо лучше. Просто говорю вам о том, что существует что-то такое безопасное. Это не гормоны. И опять же, если я буду вам полезной, то это то, для чего я, собственно говоря, здесь. Давайте тоже делиться опытом. Потому что многое, что я сейчас показываю вам, что покупаю сама, я также покупаю по вашим рекомендациям. И я как-то жаловалась на изжогу. И моя добрая зрительница написала мне о энзиме папаи, папаин, я так понимаю, что это вот это. И она прислала мне ссылку конкретно на вот эту баночку. Я настолько замучилась уже с изжогой. Я съела столько миндаля, я выпила столько молока. Я уже там чуть ли не сидя спала. И я знаю, откуда берется эта проблема. Но чтобы хотя бы снять вот этот симптом, у меня это осенью и весной очень часто происходит. Это с самого детства. То есть я стараюсь поэтому как раз не есть сладкого, не есть жирного, не есть жареного. Не только для того, чтобы там оставаться в каком-то размере. Нет, проблема гораздо глубже. Я не пропиваю, точнее не прожевываю эти таблетки курсом. Я занимаюсь основной проблемой, но для того, чтобы снять симптомы, когда меня ужас как замучило изжога, это работает. И, кстати, безопасный состав по сравнению со всякими там Ренни и прочими. Еще у Алины FlyCloud я подсмотрела лицетин. Это добавка для нервной системы. Если вы постоянно как бы чувствуете, что у вас не хватает энергии, если вас все раздражает. Вообще это настолько универсальная добавка, что каждому человеку после 20 лет она нужна. И это довольно большие капсулы. И сначала меня немножко пугало. Пугал мой рацион, когда я высыпаю вот все вот эти капсулы. Думаю, господи, как это можно проглотить. Но если я чувствую себя лучше, то почему бы и нет. Я спрашивала также у терапевта. Она сказала, вообще молодец. Я заметила, что у меня сейчас столько энергии. Я занимаюсь 3-4 раза в неделю. Я до сих пор много работаю. У нас активные дети. И мне не хочется убить себя и убить еще кого-то. Опять же, если это работает на мою голову, то я это одно дело. А детей я стараюсь не пичкать разными витаминами. Несколько лет тому назад наш педиатр одобрила вот этих жевательных мишек. То есть это те же витамины. Это сбалансированный комплекс для детского здоровья в форме жевательных мишек. Они все разные по вкусу, наверное. Ну, по цвету так точно. И дети их с удовольствием едят. Ну, я как мама абсолютно спокойно за состав. Кстати, если вы хотите покупать более... Ну, не то чтобы полезные, но хотя бы менее вредные вот так жевательные конфеты, то на Хербане тоже есть. Я покупаю прям большими пачками. И там такие маленькие пакетики. Если дети что-то просят, то получают порцию. И у нас с ними договоренность, что больше одного пакетика раз в несколько дней нельзя. И то они о них забывают. В общем, оставлю вам ссылку внизу. И также этой осенью мы начали принимать рыбий жир. Я покупала его на iHerb. Он не бюджетный, но дети его пьют. И слава богу. Причем довольно популярный вкус. Часто распродан. Я взяла лимонный. Я думала, что дети будут капризничать, там что-то крутить носом. А Захар только через какое-то там время понял, что это рыбий жир. А Игнат вообще до сих пор пьет с удовольствием. Как обычный какой-то сироп, да, сладкий, который любят дети. И что должна сказать? Я не вижу у детей, сори, какой-то отрыжки, чего-то такого. И тьфу-тьфу-тьфу, мы не болеем. То есть, если это не какое-то инфекционное заболевание, там, даже не буду произносить детские. Что касается каких-то простуд, то нам удается делаться чем-то таким легким. Какими-то ингаляциями. И опять же, рыбий жир – это настолько полезная штука для нашего организма, для всех систем человека. И в моем окружении нет ни одного взрослого человека, который ел бы, употреблял бы достаточно вот этих насыщенных жиров для того, чтобы все правильно функционировало. И так, как я говорила, я стараюсь выбирать что-то более безопасное для того, чтобы предотвращать болезни и плохое самочувствие. И я не то чтобы против таблеток, но если есть какие-то более натуральные методы предотвращения, то я только за. И на рыбий жир, который я покупала на iHerb, очень хорошие отзывы. Вообще у него оригинальное происхождение. То есть, это не что-то там полуразбавленное, без каких-то сертификатов. Это оригинальная норвежская формула. И опять же, я спокойна за состав, за то, что я покупаю за немалые деньги. В прошлом году я продолжала фанатеть от чаев Харни и Санс. Они очень ароматные, это не банальные вкусы. И я также на подарок покупала вот этот чай, но мы его открыли. И вот я не любитель черного чая. Я предпочитаю кофе, но ограничиваю его. Сейчас расскажу почему. А вот этот чай, он тоже немножко бодрит. Ну, насколько же у него вкусный, насыщенный вкус. Масло масляное, но и вкус, и аромат. И потом, когда муж принес какой-то типа липтон, мы вдвоем такие... Оль, купи тот чай, пожалуйста, он такой вкусный. И одного пакетика, точнее мешочка, потому что он тоже идет в таких мешочках, хватает на один большой чайник. И можно по второму разу заваривать. Если вы не любите крепкий чай, очень-очень советую. Если любите черный чай с бергамотом, то это нечто. И на холодное время года, это мое настоящее мастхэвище, черный чай с разными пряностями, он сладкий. Если я не ошибаюсь, то здесь стевия. То есть смесь каких-то там приправ, каких-то корочек, чего-то еще. И немножко стевии. То есть он сладковатый. И как-то хочется чего-то вкусного. И чтобы это тоже не был кофе, я завариваю себе этот чай, добавляю немножко молока. И это божественный вкус уютного, теплого вечера. У меня полный рот слюны, потому что я такая голодная. Не полюбились кокосовые карамельки. По сути, это та же коровка, только на основе всего кокосового и на основе тростникового сахара. И если вы любите все кокосовое, если вы тоже хотите себя побаловать чем-то менее вредным, то очень советую, еще мне нравились такие кокосовые чипсы с карамелью и с солью. Но они постоянно распроданы. И даже в этот раз, когда я оформляла заказ, их не было в наличии. Но если вы их поймаете, оставляю ссылку внизу. Они, конечно, фантастически вкусные. Я продолжаю покупать клюкву. Она подслащена яблочным сиропом, концентрированным. Поэтому она сладкая. Сама по себе клюква засушенная, поверьте мне, она не особо. А то, что продается в магазинах, это не то же самое. Это засахаренные фрукты, в которых нет ничего полезного. И по вкусу, и даже по консистенции это все отличается. Мы любим клюкву. У меня малыши берут прям горсть и съедают. Особенно Игнаша. Игнаша у нас такой странный, в хорошем смысле этого слова, ребенок, который ест брокколи, цветную капусту вместо картошки фри. Как бы для него это нормально. Еще нам нравились вот такие кокосовые брауни. То есть у них полностью натуральный состав. Здесь нет сахара. И это те вкусности, которые я себе иногда позволяю. Конечно, когда есть там чей-то день рождения, когда какой-то необычный торт, или когда я сама там несколько часов провела со своим тортом Павловой, то я съем кусочек. Но на каждый день нет. Вот одну такую, и потом держу себя в руках. Я не верю в то, что я сейчас скажу. Когда я первый раз купила вот это какао, я не то чтобы плевалась, но я даже у вас спрашивала, как это можно пить. Я вообще не понимала ни вкуса, ни консистенции. Потом, не знаю, то ли я начала добавлять больше молока, то ли просто привыкла к этому вкусу. Короче говоря, если вы так же, как я, страдаете бессонницей, это моя проблема номер один. И поэтому тоже я начала заниматься интенсивно спортом, чтобы как-то очистить мысли, чтобы я лучше спала. И когда я дошла до своего собственного рекорда, в кавычках, 2 часа 40 минут, я поняла, что с этим нужно что-то делать. И я вообще ограничиваю очень кофе, ограничиваю черный чай. То есть это там раз в несколько дней. И если я мало сплю, то, конечно, без кофе я вообще не могу функционировать. Но вот эта штука, она тоже бодрит, но после нее я сплю. Это, мало того, что это натуральное какао, так здесь еще и есть грибы. Рейши? Рейши, как это правильно читается? Ну, говорят, что это прям супер полезный компонент, который борется и с раковыми клетками, и для здоровья, в принципе, это полезно. Я настраиваюсь на то, что просто меня это чуть-чуть бодрит, но у меня нет такого, знаете, что меня трясет. И так как я сказала, это не то, чем я хвастаю своей бессонницей. Для меня это действительно как бы проблема, которая мешает мне жить. И если Игнат ночью просыпается на протяжении двух месяцев, то я потом не могу уснуть. И это три часа, это четыре часа за ночь. И потом, спустя несколько дней, я, конечно, хожу как в трансе. И вот в связи с этим тоже хочу посоветовать вам маску для сна. То ли я тоже себя так настраиваю, что когда я надеваю вот эту маску, я быстрее засыпаю. Ну, относительно. Иногда и она мне не помогает, и спрей, и что-то там еще успокаивающее чей. Но действительно, это работающая штука. И с ней я также спала в самолете. Со второй стороны, она очень мягкая. Она не такая, знаете, упругая, как многие маски. Она мягкая, как лапка котика. Она не такая, как все вот эти Victoria's Secret, которые очень красиво смотрятся на фотографиях. И она большая. Она действительно затемняет все. И без нее я практически никогда не ложусь спать. И последняя из категории не бьюти. У меня есть свой обязательный список бьюти покупок на iHerb. Его я тоже оставлю в инфобоксе. А вот эта вещь, ну, я так, знаете, купила, типа в качестве подарка можно будет кому-то преподнести. И потом малышу увидели, говорят, мам, дай, дай, ну, я открыла. Это такие таблеточки, которые окрашивают воду. Здесь несколько цветов. И фиолетовый, желтый и голубой. Слушайте, я так скептически была настроена, но когда мы впервые попробовали, во-первых, вот эта штука ничего не окрашивает. Это то, чего я боялась. Во-вторых, это безопасно для кожи. А в-третьих, получается настолько интенсивный цвет. И, подождите, здесь не фиолетовый, так, по-моему, из этого получается розовый цвет. И здесь больше всего малыши как-то так спокойно к ним относятся, как будто в марганцовке их купаешь. Но цвет очень насыщенный, при том, что мы воды не жалеем. И для детишек это какая-то особенная радость. И мы уже начали даже смешивать некоторые цвета. Мальчишки домешали уже до какого-то серого цвета, я помню. Конечно, много комбинаций не получается, но как минимум можно смешать желтый и голубой, получить зеленый. Короче, детишки балдеют, фанатеют от этой штуки. Поэтому, как мама, могу вам советовать. И после купания вам не придется отмывать ванную, потому что эти таблетки ничего не окрашивают. Я уверена, что я о чем-то забыла. Если это так, то всю подробную информацию я оставлю в инфобоксе. Всех-всех-всех своих любимцев еще раз укажу. Я надеюсь, что вам было интересно, что вы узнали что-то новое. Если да, то не забудьте поставить пальчик вверх. Если у вас есть свои любимцы из iHerb, о которых я еще не знаю, то тоже смело делитесь. Я с удовольствием пользуюсь вашими рекомендациями. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.